Всем привет, с вами я, добро пожаловать на новое видео. Английский язык постоянно меняется, постоянно эволюционирует, и много чего в язык добавляется каждый год. Однако в 2020 году, как и все остальное, английский язык немножко застопорился. В том плане, что никакого нового сленга мы не придумали в этом году, но мы переиспользуем старый сленг, что тоже довольно-таки часто происходит. Мы вспоминаем слова, которые использовали 10 лет назад, 5 лет назад, 2 года назад, и либо придумываем какие-то новые значения, либо чуть уточняем их значения, либо используем точно так же, как до этого и было. Поэтому сегодня сленг 2020 года, который вам обязательно нужно знать, если вы учите английский язык. Поехали! И первое слово, это слово extra. Extra вас могут так назвать, если вы делаете слишком много, делаете много лишнего, много лишних движений, слишком много чего делаете, когда этого делать необязательно. Например, The deadline is January 1st, but I turned it in today. И тогда вам могут ответить, you're so extra. Ну, не обязательно, не нужно было тебе так делать. Слово period означает точка, то есть и точка. На этом моя мысль заканчивается. В сленге к этому слову добавляют еще дополнительную букву T, чтобы придать этому слову еще больше значения, еще больше силы. И это правда означает и точка. Например, I don't want to talk about it, period. Да, я не хочу об этом говорить. И точка. Смешное слово yikes. Это слово мы используем, когда мы реагируем на что-то очень стыдное, что-то embarrassing, что-то такое вот очень неловкое. Например, I texted him some inappropriate photos of me by accident. На что вы можете ответить, yikes. То есть это просто ваша реакция на что-то очень неловкое и стыдное, когда вам больше, в принципе, нечего сказать. I've heard that he hasn't signed up for Intermediate to Advance yet. Really? Yikes. Ссылка в описании и промокод на скидку. Он начинается уже через два дня. Ну а если вы его уже проходили, то зацените еще и ссылку в описании и другие курсы, которые входят у нас в нашу новогоднюю распродажу. Пользуйтесь новогодними скидками, пока можете. И мы продолжаем это видео. Следующее слово, это слово fit. И fit, это мы просто укоротили слово outfit. То есть ваш outfit, это ваш fit. Так тоже можно назвать. Например, вы можете сказать, Her fit was fire. Да, ее наряд был просто огонь. Слово bet. В стандартном английском языке это делать ставки, да, bet. Но в сленге у нас bet может означать ok, может означать yes. И может означать что-то вроде вызов принят. Например, see you at six. И вы можете сказать bet. Типа конечно, ok, yes. I don't think you're gonna come to the party tonight. You don't do parties. И вы можете сказать alright, bet. Типа вызов принят, хочешь поспорить? Захочу и приду. Cap или no cap. Cap это кепка, no cap это без кепки. Cap это вранье или ложь. No cap это без вранья, без лжи. То есть no cap это значит я говорю правду. No cap. Если вы общаетесь с кем-то, кто постоянно врет, вы можете сказать all you say is cap all the time. Да, все что ты говоришь это ложь. Постоянно. Вы опоздали, вы прибегаете, вы говорите I'm so sorry, I was hit by a bus. No cap. Слово flex к нам вернулось с 2012-2013 года, что значит понтоваться, выпендриваться, показывать себя вот именно с целями, чтобы выпендриваться. Например, he posted his new car on Instagram. He's trying to flex. To go off. Представляете, вы высказываете кому-то что-то. Это длинная речь, вы говорите вот ты это сделал не так, ты это сделал не так, ты вообще это всегда делаешь не так. Вот вы ругаетесь на кого-то. Это значит you're going off on that person. То есть это какая-то длинная, чаще всего поучительная речь, или что-то такое, или просто ругательство, или вы высказываете какое-то, я не знаю, какое-то неодобрение, или вы высказываете свое недовольство. Это все можно охарактеризовать фразовым глаголом to go off. Кто-то вас сразу злил, и вы говорите Next time I see him, I'm gonna go off on him. Слово lit так до сих пор от нас и не ушло. Уже столько лет оно используется так часто в нашем сленге, и до сих пор еще ничего не поменялось. Я даже не буду вам рассказывать, потому что уже 500 видео про это есть. Lit еще жив. To be salty. Да, солено что-то вам. Солено вы расстроены, вы завидуете, может быть, солено вам. Вы в раздраженном таком состоянии. Вы узнали, что кто-то распускает про вас какие-то слухи за вашей спиной, и вы говорите, а, они просто завидуют, и все. They're just salty. Они просто расстроены из-за моего какого-то успеха, например. They're salty. Слово mad. Даже не совсем слово mad, а выражение, с которым оно сочетается. Например, можно сказать, I'm mad salty. Что будет значить то же самое, что I'm very salty. I'm mad tired, что значит I'm very tired. То есть mad можно использовать как синоним. Слово very. Slay. В стандартном английском языке это значит убить, прибить кого-то. В сленге slay – это когда вы что-то очень хорошо делаете, успешно делаете, либо вы офигенно выглядите. Вернемся, например, к слову fit. Можно сказать she slayed the fit. То есть она очень успешно, так скажем, надела вот этот наряд. Или вы приносите тест родителям, там, сто процентов, пятерка, все варианты правильные. И родители могут сказать you slayed. Слово shook, прилагательное, когда вы в очень серьезном потрясении. И чаще всего негативно, но для позитивного тоже используют это. Это может быть удивление, это может быть шок, это может быть какой-то страх или вас напугали. Shook. Вы послушали какой-то альбом, который был просто невероятный. Вы заслушали до конца, вы говорите, oh my god, this was incredible. I am shook. То есть я в потрясении, может быть, я не ожидал такого уровня. Может быть, это превзошло все мои ожидания. Это так круто, может быть, было очень плохо. I am shook. Как он мог такое сделать плохое? Зависит от контекста, но shook это высокая степень какого-то вот такого вот эмоционального состояния. Либо удивление, либо страха, либо шока просто. И последнее слово просто взорвалось в этом году и пришло из 80-х годов. И это слово simp. A simp это человек, чаще всего мужчина, так называют чаще всего мужчин, хотя женщины тоже могут быть описаны этим словом. Это человек, который готов на все, чтобы заставить кого-то, чтобы влюбить кого-то в себя. Человек, который сделает все, что угодно, только потому, что вот он влюблен в кого-то. То есть вашему другу нравится какая-то девушка, и он там и отвел ее туда, и купил ей это, и сделал ей то, и сделал ей то, и сделал ей то. Возможно, даже некоторые из этих вещей себе в ущерб, но он сделал все это для нее. Можно сказать, man, you're a simp. Ну и вот, друзья, мы подвели с вами итог сленгу 2020 года. Видео на этом канале, конечно, еще будут до окончания года. Не переживайте, я не заканчиваю 2020 год этим видео. Также, возможно, у вас вопросы по поводу цвета моих волос. Влог я уже монтирую. Кстати говоря, прямо сейчас я сделал перерыв, чтобы снять это видео. Ну, а я надеюсь, мы с вами все-таки увидимся на марафоне от Intermediate.Advance за 30 дней, который начинается уже через 2 дня. Поэтому ссылку в описании успевайте записываться, пока можете. Хватит ждать, мы уже достаточно прождались с этим годом и со всем, что происходит. Пора действовать, пора возвращать нашу жизнь и повышать ее уровень. Спасибо вам огромное за просмотр, мы увидимся с вами в следующем видео. До свидания. Идите сюда.